Украинские пропагандисты вновь опростоволосились. Накануне русская служба BBC, ссылаясь на источники в Министерстве обороны Незалежной, сообщила, что киевские силовики в ходе боев под Луганском взяли в плен действующего военнослужащего российской армии. Им был назван Виктор Агеев, призванный на срочную службу в Алтайском крае и якобы оставшийся в вооруженных силах России по контракту. Еще во вторник вечером официальный представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочка заявил, что украинская ДРГ действительно совершила нападение на группу военнослужащих подразделения тыла, осуществляющих доставку личному составу продовольствия. По его словам, двое военнослужащих были зверски убиты, еще четверо оставшихся в живых военнослужащих народной милиции были похищены. По имеющейся у нас информации, сейчас они находятся в застенках службы безопасности Украины. На них оказывается нечеловеческое, психологическое и физиологическое воздействие. Для того, чтобы они сознались в том, что якобы являются российскими военными, предпринимаются попытки заставить их оговорить себя, воздействуя на них и ближайших родственников. Их семьи также шантажируют. Неустановленные лица звонят родным похищенных солдат по телефону и запугивают. Заявляют, что их единственный шанс спасти своих близких – приехать на территорию Украины и публично подтвердить, что захваченные в плен бойцы являются кадровыми военнослужащими российской армии. Соответствующие документы, якобы подтверждающие их российское гражданство, которое надо будет показать зарубежным журналистам, обещают выдать родственникам на месте. В этой связи Марачко предупредил, что Киев в очередной раз пытается обмануть своих зарубежных партнеров, а также обратился к международным правозащитным организациям за помощью в возвращении военнослужащих народной милиции. Однако украинские СМИ уже вовсю тиражировали выдуманную ими же сенсацию. Вот только подготовили они эту информационную провокацию небрежно, что позволило Министерство обороны России без труда разоблачить данные публикации. Согласно сообщению ведомства, на второй странице военного билета Агеева имеется запись, что он уволен в запас в мае 2016 года, а информация о якобы его поступлении в последующем на военную службу по контракту является вымыслом украинских пропагандистов. В военном билете была запись о поступлении Агеева на военную службу по контракту Вооруженные силы Российской Федерации, которую украинские спецслужбы по незнанию не успели нарисовать. Именно по этой причине украинские пропагандисты не стали публиковать фотографии других страниц военного билета, а в очередной раз использовали дилетантов из британской BBC для распространения фейковых разоблачений, подчеркивается в сообщении Минобороны. Очевидно, что сенсации не получилось, а украинские средства массовой дезинформации в очередной раз продемонстрировали свою некомпетентность. Видимо, слишком велико желание найти в Донбассе российскую армию, о присутствии которой они лгут уже без малого три года.